Сотрудники полиции Адыгея продолжают практику проведения профилактических мероприятий в летних оздоровительных лагерях. Недавно стражу правопорядка навестили воспитанников детского лагеря «Лань», который расположен в Майкопском районе. Чему была посвящена эта встреча в материале Вадима Агаркова. Акция проводилась в рамках второго этапа ежегодной профилактической операции подросток. Она призвана оградить детей от семейного неблагополучия, вовремя выявить семьи, в которых складываются неблагоприятные условия быта, а также не допустить правонарушений, совершаемых как самими несовершеннолетними, так и в отношении них. В этот день сотрудники полиции Майкопского района решили обратить внимание отдыхающих и на еще одну проблему – наркомании в молодежной среде. Как выяснилось, даже подрастающее поколение знает, как заканчивается жизнь у наркоманов, но далеко не все из них догадываются, как молодые люди и девушки оказались на этом смертельном пути. Счастники полиции подробно рассказали детям о последствиях этой опасной для жизни привычки. Особое внимание стражи правопорядка обратили на то, как быстро минутное увлечение может превратить человека в наркомана. Вы сами знаете, что у вас возраст сейчас самый интересный, и пагубное, что у нас есть, вы можете это попробовать. Но я вам скажу одно, что это нельзя пробовать. Мы вам приготовили, значит, видеофильм, посмотреть, как влияют данные наркотические вещества на несовершеннолетних. Далее вниманию зрителей были продемонстрированы специально подготовленные видеоролики по этой тематике. В них дети увидели реальное подтверждение всему сказанному. Кто-то с первого раза не чувствует никаких приятных ощущений. Это спасает нефть из тех, чья дорога вниз уже открывалась. Полицейские и представители администрации детского лагеря уверены, что такие акции способствуют профилактике совершения правонарушений несовершеннолетними. Сотрудники полиции приехали, провели профилактическую беседу с детьми, показали видеоролики, что если и как дети будут употреблять, допустим, наркотики, и что их может ожидать в будущем. Примечательно, что такое же мнение сформировалось и у ребят, которые сейчас отдыхают в детском лагере. Такие мероприятия на практике доказали свою эффективность, поэтому в ведомстве они будут проводиться на регулярной основе. С целью выявления пресечения нарушений в сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции полиции Адыгея регулярно проводятся рейдовые мероприятия. Одно из них завершилось в эти дни. На этот раз в результате спецоперации изъято около 80 литров незаконно реализуемого алкоголя. Главным образом рейды были направлены на выявление фактов нарушения порядка учета и хранения алкогольной продукции, ее реализации с поддельными акцизными марками. Особое внимание при проведении проверок уделялось выявлению фактов незаконного производства алкоголя и канал поставки в регион некачественной продукции. В период проведения операции было изъято около 80 литров алкогольной продукции. Выявлено 17 фактов реализации спиртосодержащей продукции из домовладений и торговой точки. В целом можно говорить, что за тот небольшой промежуток времени, который проводилась операция, достигнуты определенные положительные результаты. Кроме этого, проверкам подверглись около тысячи лиц, из которых 440 страдающих алкоголизмом и состоящих на учетах в медицинских учреждениях, 83 совершивших опасные для общества преступления в сфере быта. На специальные профилактические учеты поставлены 73 несовершеннолетних, их родителей и законных представителей. На имя министра внутренней дела по Адыгеи Александра Ильичинского регулярно поступают благодарственные письма от жителей республики и других регионов России. В них граждане отмечают отзывчивость и профессионализм сотрудников полиции. Накануне этот список пополнился еще одним обращением. Письме руководства одной из крупных строительных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, выражают благодарность сотрудникам госавтоинспекции Адыгеи. В июле текущего года в городе Краснодаре был похищен автомобиль КАМАЗ, принадлежащий данному предприятию. Работники утром приехали забирать этот КАМАЗ с сервиса, не обнаружив его там. Сообщили мне об этом, что КАМАЗ исчез, КАМАЗ угнан. Наши машины привязаны к системе ГЛОНАСС, это спутниковый мониторинг. Мы посмотрели по ней, значит, местонахождение онлайн этого КАМАЗа. Сказало, что он в районе АУ Кашхабль, республики Адыгея. Значит, я сразу же позвонил в ГИБДД республики Адыгея и выехал сам в сторону Кашхабля. Во время несения службы на территории Кашхабльского района инспекторы специализированного взвода ДПС ГИБДД МВД республики Адыгея, капитаны полиции Аслан Дамоков и Дмитрий Бегаев заметили числившийся в угоне грузовик. Он сразу же был остановлен, а водитель задержан. Оказалось, что у мужчины нет никаких документов на транспортное средство. В эти дни министр внутренних дел по республике Адыгея принял участие в сходе граждан в Красногвардейском районе. После заслушивания результатов деятельности местного участкового полномочного полиции Александр Ильичинский провел прием граждан по личным вопросам. В мероприятии также приняли участие глава района Вячеслав Тхитлянов, представители прокуратуры и руководство отдела МВД России по Красногвардейскому району. Перед жителями населенного пункта министр обозначил наиболее острые проблемы, в том числе и связанные с противодействием преступности и профилактикой правонарушения. Особое внимание уделено дорожной обстановке и состоянию аварийности. Мы реально рассчитываем на поддержку населения, на старейших, на авторитетных жителей населенных пунктов, которые своим словом, своим примером могут, естественно, повлиять на состояние безопасности дорожного движения. Затем был заслушан отчет участкового полномочия, обслуживающего данный населенный пункт. Претензий со стороны населения представителей администрации к Адаму Абрегову высказано не было. Кратко о состоянии оперативной обстановки на вверенной территории рассказал и начальник районного отдела полиции Артур Григоря. Завершился визит главы ведомства проведением приема граждан. Большая часть вопросов, заданных на личной встрече, касалась оказания компетентной помощи в разрешении конфликтных ситуаций и несогласий с принятыми процессуальными решениями по конкретным фактам. 10 августа 2016 года отмечается 94-й годовщина создания Адыгейской областной милиции. За годы славной истории были профессионально воспитаны целые поколения сотрудников, которые умело и эффективно боролись и продолжают в настоящее время бороться с преступностью. Уже мало кто знает, что на момент формирования областной милиции, а это 20-е годы прошлого века, уровень преступности был чрезвычайно высок. Активно разбойничали различные банды, которые даже вступали в открытое противостояние с милиционерами. Главными факторами, которые влияли на это, стали недостаточное оснащение и вооружение, и, конечно же, малочисленность. Но изменения начались довольно скоро в отделе оружия, боеприпасы, а также обмундирование. К этому времени профессионально окрепили сами участковые и инспекторы уголовного Роска. Примером этого служат некоторые факты. Так, начальник милиции 2-го района Майкопа Шемненко вместе с 10 сотрудниками горными тропами проник в осажденное белозелеными бандами селения Темнолеское, сформировал из местного населения боевой отряд и, внезапно напав на противника с тыла, освободил село. Отличился в то время и начальник резерва майкопской милиции Тыванюк с 85 милиционерами, в течение пяти недель держа оборону в районе Станицы Ханской, не давая возможности бандитам прорваться в Майкоп. Продолжение следует...